Мы не фанаты Димаша Кудабергена. Я на минутку останавливаю и говорю ему, ты же понимаешь, на чё ты идёшь, да? Нет, он всё равно забирает. Ну как бы с таким посылом, что мужик или не мужик? Когда мы были мало знакомы, я не стеснялся листовать камеру и лезть с вопросами. Может быть, где-то дурацкий. Кстати, на самом деле, Кристалл уже будет так и снимать за кулиськи. Я считал всегда его обыкновенным, простым парнем. Простой, да непростой металл. Серебро. Благородный. Самый блестящий. Великолепно поддаётся обработке, а потому его так любят ремесленники. Один из самых неоднозначных материалов и в ювелирном искусстве, и в мировой культуре. Он оберегает и хранит. Им восхищаются и дорожат. Но в отличие от любых других драгоценностей на свете, лишь серебро не принято дарить чужим. Только тем, кто в близком окружении. Серебро обычно находят в самородке. Его практически не приходится выплавлять из руды. Он тоже изначально был самородком. Клара Кожигалиева первая учительница Динмухамеда Кудайбергенова. Она помнит самые ранние его творческие изыскания и бережно хранит воспоминания, чтобы поделиться с новыми учениками. Говорит, он пришёл в школу, уже умея читать. В начальных классах основным предметом был родной язык – анатоле. Мы часто практиковали выразительное чтение, но Димаш не любил рассказывать стихи. Он их пел. И даже если учителя делали ему замечания, то всё это было с улыбкой. Он сам всегда был лучезарным. Как можно ругать такого мальчика? Он всегда был необычным и очень творческим. Эту школу даже включали в туристический маршрут для фанатов Димаша перед его большим концертом Арнау в 2019 году. Сюда до сих пор иногда заглядывают поклонники, которым интересно, где начинался путь их кумира. Здесь Димаш с друзьями впервые выступал на публике, и здесь же он понял, что его призвание – сольное пение. Многие из нас пытались научиться играть на дамбре, но лучше всех получалось у Димаша. Мы выступали как оркестр, а он стал петь под дамбру, и публика его хорошо принимала. Он постоянно совершенствовался, сам учил новые кьюи – песни, терми. Все мероприятия в школе, будь то концерты или праздничные торжества, без участия Димаша не обходились. Даже, можно сказать, благодаря ему и проходили. Он везде поспевал. Такой добрый, отзывчивый, щедрый. У нас был предмет «Мурагер» по дамбре. Роза Апай преподавала. Вот тогда мы и поняли, что Димаш к искусству ближе, чем все остальные. Ему легко давалась нотная грамота. Он на лету мог подобрать мелодию. Та самая Роза Апай много лет преподавала Димашу казахскую литературу. Она прививала детям не просто тягу к чтению. Педагог старалась научить извлекать из прочитанного жизненную мудрость. Учила, что щедрость – одна из главных человеческих благодетелей. Во время большой перемены в столовой все ученики, начиная с малышей, всегда вились вокруг Димаша. Как-то он вернулся на уроки, вздохнув, сказал, что снова ничего ему не досталось. Оказывается, мама давала ему по тысячу тенге на обед. Он на все деньги покупал пирожки, беляши и по пути в класс все раздавал. Часто ему самому ничего не оставалось. Представляете, какой добрый. Зато сейчас я думаю, что та благодарность и благословение тех ребят, которых он всегда кормил, были услышаны наверху. И поэтому он достиг таких усов. Димаша больше интересовала другая пища – для ума. Уже в пятом классе он пришел в школу с красными от бессонницы глазами. Педагог спрашивал, а почему не выспался? На что он ответил всю ночь, готовился и теперь хочет подать аудитории новое прочтение «Гения Великой Степи». Так он удивил всех на абаевских чтениях. И даже будучи студентом колледжа, Димаш часто возвращался в родную школу за свежей порцией духовной пищи. Он учился уже на втором курсе музыкального колледжа. Пришел как-то зимой, помню, было холодно, и попросился посидеть на моих уроках. Спрашиваю, что случилось? А он говорит, хочу послушать произведения Абая и Мухтара Ауэзова. И вот он три часа ходил за мной из кабинета в кабинет, слушал уроки казахского языка и литературы. Как он признался, потом получил духовную подпитку, насыщение. Он всегда был уверен в своих силах, точно знал, кем хочет стать и что для этого нужно. Буквально на первом уроке, когда мы, знаете, у нас принято знакомиться поближе, и мы как музыканты спрашиваем, на кого же каждый будущий музыкант хочет быть похожим. И у нас был наедине разговор индивидуальный. И так он мне и сказал, что я хочу быть похожа на Майкла Джексона. Отчего мне стало очень, как бы, интересно, смешно даже. Я подумала, ничего себе, замашки. А то, что как я услышала, как он, как мировая известность, ну, вначале я не поверила. Ну, такое впечатление было, что я считала всегда его обыкновенным, простым парнем. Ну, я знала, что у него будет хорошее будущее, но не на таком уровне. Но в числе фанатов я отношусь. Я в этой армии. Я обожаю его слушать, я всегда слушаю, меня очень трогает часто слезы от того, что, знаете, все знакомо. Знакомы пальцы, знакома манера движения лица, глаз. Это все же, это настолько все рядом, и так часто. В то время Димашу 10 лет было. Тогда он говорил мне всегда, что я буду выступать на мировой сцене. Ну, я тогда про себя думаю, такой, ну, мальчик, ты давай там мечтай в нормальных вещах, о доступных вещах. Думал, там, юношеский максимализм такой. Ну, вот, как видите, сейчас Димаш добился мечта любого артиста, любого казаха, я думаю, чтобы его песни пели тысячи людьми словами не передать. Большая слава принесла и негатив. Первое время Димаш очень болезненно реагировал на атаки хейтеров. Помню, был случай. Он приехал в Ак-Тубе на празднование Дня города и награждение победителей конкурса Бахатыбала. Димаш вручал гран-при победителю. Вот тогда был шквал критики. Мол, приехал на родную землю и даже пары песен не спел. Это его сильно задело. Люди не понимают, что он не хочет просто исполнить пару песен и все. Он хочет подарить большой сольный концерт своим землякам. Многим казалось, что все ему дается слишком легко. Даже в школе он быстро осваивал гуманитарные науки и новые виды спорта. Он и футболом занимался, и тэквондо. Около года ходил на единоборство. Как-то на уроке физкультуры Димаш показал прием. Так высоко поднял ногу. Вот мы удивились. Вроде бы недолго занимался, а уже есть успехи. Тогда стало ясно, что он не только творческий, но и спортивный парень. У серебра много полезных свойств. Говорят, оно очищает и обеззараживает. Древнетюркские народы были абсолютно уверены, что этот металл защищает от злого глаза. Поэтому во время свадебных церемоний в шашу вместе с конфетами обязательно добавляли серебряные монеты. Осыпая ими молодоженов, родные верили, что огораживают молодую семью от разных невзгод. Я первым женился из одноклассников 30 июня 2018 года. Свадьба в самом разгаре. Примерно в 11 ночи в ресторан входит Димаш. Я не понял вначале, потом посмотрел на столик с друзьями. Те ликуют. Оказывается, они вместе решили сделать мне сюрприз. Я Димаша предупреждал о свадьбе, но даже не думал, что у него найдется время. Было неожиданно, но так приятно, что друг приехал из столицы ради меня разделить нашу радость. Свадьбу Мирамбека ребята часто вспоминают в своем кругу. Даже если Димаш в это время не с ними, они всегда найдут возможность поговорить. Они вспоминают общее детство и строят новые планы. В том числе и на женитьбу еще одного из друзей Нурсултана. Быть гостем на свадьбе Димашу непросто. Его сразу окружают близкие жениха и невесты, а то и превращается в один бесконечный фотосет. Так было и когда женился Расул, бэк-вокалист в команде Димаша. Когда-то он пообещал обязательно приехать и поздравить коллегу с жених бэк. Ровно год назад я женился. До этого часто на посиделках еще куда-то ходим. Он всегда говорит, я на твоей свадьбе обязательно спою и сыграю на дамбре и вообще буду классно отжигать на твоей свадьбе. Я говорю, все-все, да-да, конечно, конечно. Проходит время, полгода. У меня уже свадьба намечается, я ему уже говорю заранее, вот у меня будет свадьба. Все-все-все классно, давай ждем. И когда остается где-то месяц до моей свадьбы, получилось так, что очень большая компания в Китае ставит концерт именно на эту же дату, на мою свадьбу. И он мне это сообщает, он говорит, вот я не смогу прийти, вот так, вот так. Я говорю, а, ну, да, понимаю, ничего страшного бывает. И он говорит, что делать, что делать. А вот у казахов же есть хазузату, у нее дома свадьба тоже получается. И он говорит, давай тогда я пойду с тобой, как дружка. Хотя бы, ну, хотя бы на этой свадьбе буду присутствовать, на хазузату с тобой. По традиции казахи обычно празднуют две свадьбы. Сначала проводы невесты к хазузату, а после уже основная свадьба, которую делает сторона жениха. Димаш, согласно новому плану, пообещал быть именно на хазузату невесты Расула. Мероприятие в кругу самых близких. Они, кстати, до последнего не верили, что Димаш Кудайберген лично приедет поздравить молодоженов. Да и сам Расул признается, что не обиделся бы, даже если бы певец отказался ехать на его семейное торжество. В звезде такой величины вроде бы и простительно. Но отличительная черта Димаша он старается всегда держать в слове. Просто дома все сидим, и он мне звонит, говорит, что заходить. И я говорю, нет, я сейчас выйду за тобой. Я выхожу, там машина стоит, вот как раз они с Айсултаном. Уже машину все ребятишки, которые во дворе гуляют, окружили. Я вышел к машине, встретил их, он выходит, мы идем вместе к дому. И я на минутку останавливаюсь и говорю ему, ты же понимаешь, на что ты идешь, да? Он говорит, да, я буду фотографироваться с каждым. Все, зашли и все, там такое началось. Это надо было видеть. Вот этот момент был вообще классный. Ну, как он и обещал, он и спел, и на дамбре играл, и вообще полностью. Поднимал там атмосферу просто своим присутствием даже. Серебро относят к благородным металлам, потому что оно не окисляется под воздействием кислорода. По этой же причине отлично сочетается с любыми другими металлами, эмалями и всевозможными разновидностями камней. Именно серебро раскрывает всю полноту игры света на гранях инкрустированных вставок. Софрикасаясь с Димашем, люди сами будто становятся светлее и ярче. Его пример благородства заразителен. Те, кто знаком с ним давно, принимают это как норму. А те, кто лишь начинает узнавать казахстанского артиста, испытывают неподдельное удивление. С этим столкнулся и Крэйзи Макс, популярный блогер, который часто показывает закулисную жизнь Димаша. Кстати, оказалось, что этот человек на самом деле и не блогер по профессии, а турменеджер российской творческой группы. Знакомьтесь, Максим Покидов. Мы с ним уже долгое время боролись за то, как он ко мне обращается. То есть вот это вот ты, вы. На самом деле у нас разница же с ним в два раза практически. Вот, но я-то себя не чувствую на вот этих вот 42-то совершенно. И все, кто со мной общаются, тоже так говорят. И это даже Ирланды. У нас с Ирланды тоже все воспринимаем историю. Первую там нашу поездку, когда мы ехали, я вас подвозил куда-то. Сейчас подумаешь, отвлекусь от Ирланды. Когда мы ехали в машине, спрашивали, а как у вас погода зимой? А как вы живете там? И через месяц, когда вы, понимаете, уже немножко к другим отношения, мы с ней потом уже шел, ну да, такие премьерные сидели там. А какая машина у тебя эта? Так же и с Димашем мы... Я сразу сказал, никаких вы. Просто никаких вы, потому что я не могу, я не привык к этому. Что значит вы там? Еще дядь Максим меня назовет. Кажется, этот человек знает о Димаше все. Но всем известно, что любят Дима Маши. Это стейк, картофель фри и кока-колу. Это уже просто вот закономерность. Еще, кстати, Хизрей запомнил, их всегда мне где-то, если в Москве идем в ресторан, он все время спрашивает, хинкари будешь? А вот он все любит хинкари еще. Но вот парадокс. Чем ближе они общаются, тем сложнее к Рэзи Максу вести свои видеоблоги о Димаше. Когда мы были мало знакомы, я не стеснялся доставать камеру и лезть с вопросами. Может быть, где-то дурацкими, может быть, какие-то еще там. Сам придумывал, подписчикам спрашивал. Чем больше мы начинаем сдружаться, тем мне меньше хочется доставать эту камеру. Мне неудобно реально. Вот лезть к нему в душу с какими-то вопросами. Я сейчас, кстати, на самом деле Кристалл уже более такой снимать за кулисти. Но я вижу, что немножечко ему не любят, чтобы много было этого всего. Поэтому я сейчас так дозированно стараюсь не лезть со своей камеры. К Рэзи Макса, как и миллионов людей, подкупает именно щедрость, трудолюбие и благородство. После такого начинаешь иначе ценить дружбу Димаша. Я не помню, в каком-то городе было, но мы были то ли в гримерке, то ли в комнате. И я увидел, какая на нем одета куртка. И я говорю, слушай, какая у тебя классная куртка. Он, не задумываясь, просто в одну секунду спросил, тебе нравится? Я говорю, ну да, забирай. Я говорю, как забирать, подожди, зима, февраль, а как ты пойдешь? Он говорит, да ничего страшного. Я говорю, не, 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 так не пойдешь дело? Ну как я мог забрать позволенности? Во-первых, она мне множество, что была маловато, я хоть и похудел за этот год, все равно. Ну то есть вот он во всем, так вот, он там, тулся, просто сдал свою кепку в конце, на тебе подарок. Для всех он Димаш Кудайберген, а для меня так и остался Дико. Он мой друг, у него много хороших качеств. В первую очередь, человечность, еще простота. Например, многие звезды с ростом популярности начинают выбирать все, и автомобиль в том числе. А Димашу все равно, на чем ездить. У нас есть друг со старым авто, так Димаш садится на переднее сидение и вперед. А люди удивляются, мол, он ли это, как он там сидит? Он пример для нас. А захотел донер покушать, поел. Самсу тоже спокойно. С детства Димаш был очень целеустремленным. И на пути к своей мечте он трудился, не покладая рук. И все его достижения, думаю, результат его трудолюбия. Он искал, старался, учился. Сейчас, к примеру, говорит на 7-8 языках. А за этим кроется большой труд и настойчивость. Знания языков позволяют ему на высоком уровне исполнять иностранные произведения и говорить со своими слушателями на одном языке. Это важно для звезды мирового масштаба. Поскольку я самоваренька в коллективе и по комплекции, и, наверное, по возрасту самоваренька. Был случай с чемоданом. У меня почему-то оказался большой чемодан. Я купила такой. Размера L. Мне всегда его было трудно вытащить с ленты. Или катить его. Потому что там костюмы, косметика, обувь сценическая и так далее. И он постоянно берет. Я говорю, да не надо, как я сама покажу. Потому что, когда мы выходим с аэропорта, у нас его встречает Дирс. Говорит, не надо, ты сейчас уйдешь, тебя сейчас будут фотографировать, у нас ничего держать. Нет, он все равно забирает. Типа, ну как бы с таким посылом. Типа, мужик или не мужик. И тащит, атакатит все. Вот. Такие моменты, конечно, характеризуют как такого порядочного. Действительно мужчина. Зари научилась в одном университете с Димашем. Но в команду попала не как студентка Шабыта, а по рекомендации коллег. Они работали на одном проекте, и когда Димашу понадобился третий бэк-вокалист, Ерлану Бекчурину порекомендовали Зарину. Она ждала строгих прослушиваний и жестких кастингов. А ей прислали партитуры и сказали готовиться к концерту. На гастроли ее всегда провожают родители. И однажды им довелось познакомиться с Димашем. Мы собирались на концерт, и родители так скромненько стояли в сторонке. И Джордан срывал нога. Когда приехал уже Димаш, они вот так шепнули на мушку, типа, Димаш, как там стоит родители Зарина, ты будешь поздороваться. И он такой на меня смотрит и говорит, а ты что, говорит, молчишь, ты что, говорит, не сказала. И он быстро идет к моим родителям. Они, конечно, не хотели, не настаивали на его внимании, но им, конечно же, было бы приятно. Они эту историю рассказывают постоянно, на каждом застолье. И дело обстояло так, что он подошел, поздоровался с ними. И во время их беседы в аэропорте, конечно же, есть люди. И его там узнали фанаты. И кто к нему подошел, хотел сфотографироваться с ним. И получается, что они прервали его беседу с моими родителями. И он так вежливо повернулся и говорит, я сейчас договорю, вот он с вами обязательно сфотографируюсь. И мама просто там растаяла. Серебра в казахстанском убранстве всегда было много. Бабушки, заботясь о самом ценном, старались кормить детей именно такими ложками. До сих пор во многих семьях есть специальные приборы. Специально для малышей. Историки отмечают еще и важный психологический момент. Ребенок, который с детства пользуется серебряной ложкой, привыкает к тому, что достоин всего самого лучшего в жизни. Это мотивирует его добиваться успеха во взрослой жизни. Затем, как растет маленький Рамирчик, наблюдают все Диас по всему свету. Димаш часто выкладывает в сеть, как он возится с сыном лучшего друга Ерлана и его супруги, бэк-вокалистки Джотан. Ну, просто у Рамира еще к нему особенная любовь. Он прям, а, Димаш, ага, Димаш, ага. С детства, потому что он рос на его песнях, когда периодически дома они работают, он спал под его голос. А однажды после концерта Димаш поздравил их малыша с днем рождения. Да так, чтобы слышали все. Поехали с моментом. Давайте сегодня поздравим. Рамира? Да. Да. Рамира? Ой, да, это я так плакала. Это было так круто вообще. В общем, у нас Екатеринбург, кажется, это был. Да, это было 20 февраля. 20 февраля у Рамира день рождения. И я не ожидала. Мы стоим, как обычно разговаривает с публикой, там все это. И такой, а сейчас я хочу, и молчит, поздравить. И тут из зала Рамира Ерлановича! Начинают кричать люди, они же тоже знают, они все про нас, про всех знают реально. Они, кстати, знают больше, чем мы. Даже больше, когда у нас там концерты, когда у нас вылеты, они в первую очередь знают, чем мы. Получается, весь зал вместе с ним спел поздравления. И я там стою, такая вся слеза. Это было очень трогательно, неожиданно. Причем, как бы, мы в этот день договаривались с ним, что днем просто по видео позвоним ему по WhatsApp. Там, да, Мирчик, с днем рождения, и все. И я не помню, почему бы не получилось. Мы просто даже не увиделись, кажется, в этот день. Только к вечеру на концерте увиделись. И тут такой... Димаш часто импровизирует на сцене. И даже иногда забывает ее покидать. Мы стояли на бэке. Я не помню, кажется, это был Арнау. Да, это, скорее всего, был Арнау. У нас после песни был момент переодевания. То есть он должен был уйти, переодеваться. А в это время должны были ребята-танцоры, короче, номер свой танцевать. Вот. И получилась такая ситуация, что ребята уже выходят, а он еще продолжает разговаривать. То есть у него эмоции, он не может, он, спасибо вам, там, все. То есть настолько он прям растворился в этом во всем, он забыл, что ему надо уходить. Вот. И картина. Мы стоим, мы понимаем, что уже на экранах стоят экраны, где уже, ну, как бы, песни написаны, да, там, ну, что в подсказке. Вот. И там написано «Уходишь». Он не замечает «Уходи». Просто в реальном времени уже на казахском «Уходи». Вот такие восклицательные знаки. Короче, в итоге он так и не ушел, потому что танцоры вот так постояли, развернулись, ушли, он начал дальше петь следующие песни. Просто мы такие, ну, ладно, пляшем дальше. Это было очень весело. Все, кто знает Димаша, могут подтвердить, когда он в творческом потоке, место, время, обстоятельства для него не играют никакого значения. Песня «Самалтау» Родилась очень интересно. Мы записали ее в аэропорту. Димаш давно хотел ее исполнить, и из-за плотного гастрольного графика у нас не получалось записать ее в студии. И вот после концерта в Китае мы в аэропорту открыли ноутбук, одели наушники, вот такая клавиатура у нас, и мы начали готовить эту композицию. Там в начале есть шум ветра, вой волков. Мы попросили наших братьев-казахов в Китае помочь с этими звуками. Они быстро нам все сделали. И так эта песня струилась сама, будто ждала, когда ее запишут. Она сначала прозвучала в Китае, потом на джазовом фестивале в Токио. Я следил за первой реакцией зрителей. Многие почувствовали боль, о которой поется, и которой пропитана песня. Многие плакали. Посыпались куча писем от поклонников. Все говорили о таланте Димаша и его умении доносить до сердца. Это нам понятны слова песни, а вот люди других национальностей чувствуют это через мелодию и внутренние переживания Димаша. Ребята, он похож на Терминатора, да? На кого? На Терминатора. Терминатора? Вон, Ерландинатор. Ерландинатор? Папа Рамира – аранжировщик и, пожалуй, самые близкие с друзей Димаша. Они вместе и на студии, и на концертах, и на отдыхе. С 16-летним Ерланом Бекчуриным начинали сотрудничать еще в период активной концертной деятельности каната и Светлана Айтбайенга. Ему изначально было очень комфортно работать с этой семьей. Ну, во многом мы похожи. Например, Ханатара, филовик, отец мой филовик. Света поиграла на баяне, пела моя мама играть на баяне поет. Очень много таких сходств. Ну, в первую очередь, все-таки сыграла здесь воспитание родителей. Семейные ценности закладывали нам с рождения. Ну, ведь я думаю, у всех так, но именно у нас, если говорить, врастают родители, и он, и я. Со старшим сыном каната и Светлана Айтбаевых Ерлан познакомился, когда Димашу было всего 10 лет. С тех пор они стали как братья. Ерлан на правах старшего старается проявлять заботу и помогать словом. Дело. Могу сказать, посыпать это, да, там, перед концертом он может, там, волнуется же. Не спать, просто, мол, прийти, давай, спи, выключай телефон, компьютер, спи. И поставить кондиционер, там, отек, вот этот, там, градус такой. У локалистов, у каждого, это, как профессиональные болезни, наверное, там. Ну, я думаю, например, мы, как оранжевщики, звукорежиссеры, все время уши свои держим. То есть, с маленькой прохладой все уши начинают болеть. И так, наверное, у певцов, наверное, я не знаю. Но я стараюсь вот просто потеплее сделать ему. Еруан отлично знает все творческие планы Димаша. И тонко чувствует, какую именно музыку слышит тот в своей голове, когда рождается новая композиция. Не так давно Еруан женился. Супруга Джордан, бэк-вокалист в команде Димаша. Теперь тоже иногда участвует в создании популярных хитов. Так было с песней «Give me love». Парни смотрели концерт Майкла Джексона, и идеи пришли сами с собой. Они начали прописывать первые аккорды. Мы потратили буквально пару часов. Я отписал барабаны, гармонию. Димаш придумал мелодию. И за короткий срок мы получили полноценное произведение. Многие говорят, это похоже на песни Джексона. Так мы же и писали в таком стиле. Потом на студию подъехала Джордан, послушала и сказала, Это крутая песня. Я здесь слышу такие слова. И вот мы уже и мелодию с аранжировкой, и слова записали. Вот в таком творческом трио эта песня родилась. А вообще это уже нормальная практика, когда мы с Димашем понимаем друг друга с первой ноты. А еще Димаш умеет быть благодарным. Все, что видим и слышим мы с вами, простые обыватели, это результат гигантского командного труда. Обычно артисты редко акцентируют внимание на своей группе. Но только не Димаш. Джордан, растут, жари на аплодисменты! Первое мое выступление состоялось в Сочи. Это был октябрь. Мы выступали на ВАУ-арене в Красной Поляне. И тогда, я не знаю, с тех пор Димаш не устает. Он и до этого делал. Просто меня-то не было в команде. И он не устает каждый раз представлять нас. Всю свою команду, всю свою большую команду. И тогда в Сочи он меня представил. Представляете? Это была такая неожиданность просто. Он представил меня и сказал, что вот у Зарины сегодня дебил со мной на сцене. Давайте ей похлопаем, давайте ее поддержим. Она молодец и так далее. Вот. И такое ведь никто не делает из артистов. Я хочу сказать огромное спасибо моим друзьям. И поздравить одну нашу участницу, нашего коллектива, Зарина. Это ее первый концерт со мной. Зарина, спасибо вам большое за ваш профессионализм. Расул, мой друг, мой брат, мой товарищ. Вообще невероятный человек вообще. Джордан Нарекилья, она нереально крутая. И хочется поблагодарить моего друга, брата, который всегда по миру ездит со мной, поддерживает меня. Ярлан Микчурик, аранжировщик, салм-продюсер, музыкант, гений. У меня многие поначалу, особенно там, когда какие-то хейты на меня нападали, еще что-то, кто-то писал на какой-то друг, ты там примазался, еще ты с этой камерой ходишь. Всякое бывало на самом деле. И я всегда, мне очень приятно, на самом деле, не забуду никогда, когда первый раз Димаш на концерте в Сочи, это сольный, наверное, первый концерт, неожиданно для меня и для Хизри, он в конце программы объявил нас, поблагодарил за дружбу, за работу, за профессионализм, за человечность. Я, правда, конечно, стою с камерой, я даже это не записал, потом у кого-то попросил, там диспанаты замкнула, общаемся с ним. Скиньте, говорю, хоть на память, чтобы у меня было такое, ну, приятно было. Действительно, очень удивительность. Есть люди невидимого фронта? Очень добрый дядька, очень классный человек. Просто давайте поподзируем ему. Хитри Аюбович, вам огромное спасибо! Огромное спасибо моему другу Максу за твой профессионализм, за твой позитив. Вот он здесь, вот он здесь! Особенно вот бывают моменты, когда в конец, самый финал концерта, он вызывает нас к себе. В этот момент у нас у всех характер одинаковый, как будто становится, потому что такое чувство, вот этой эйфории, это вообще не описать словами. И мы прям все на сто процентов там пытаемся отжигать на сцене, потому что он как бы доверяя, вытаскивает нас к центру. Ну, классный момент. Он очень хороший друг. Это первое, наверное, важное. Очень хороший друг, очень хороший человек, человечный именно. То есть действительно большая редкость, когда человек может о тебе подумать в первую очередь, чем о себе. Ну, в наше время. Ну, сложно говорить. Просто мы, допустим, те люди, которые рядом с ним, сейчас, я не знаю, как сказать, в общем, мы его друзья. Мы не фанаты Димаша Кудайбергена, который вот на весь мир известен, да? Мы знаем его с другой стороны. Мы просто знаем, какой он настоящий. И очень ценим это. Димаш после каждого концерта говорит там спасибо моему брату, другу, Арджольску, Ириану Чурину. Там эмоции, конечно, переполняет. Для моих родителей очень такая честь. Я думаю, что про сына говорят. Но за это хочу Димашу отдельно спасибо сказать. Отдельно спасибо и его родителям. Потому что я специально такого талантливого мальчика, друга, для меня брата. Мы Рыжочеки. Мы работаем двумя ночами. То есть не каждый артист об этих людях не говорят. Ну, я здесь плохое ничего не имею, но как бы так принято. То есть, оттуда сделали, сделали все. Здесь Димаш каждый в своем выступлении старается отметить меня, рассказать, как он это сделал со мной, как мы это сделали. С другими, я думаю, что он всегда старается всех, кто работает над песнями, или над третами, каждого отметить, про каждого рассказать. Хочется, чтобы они тоже знали. У этих людей крайне мало фотографий, видео или других свидетельств принадлежности к близкому кругу Димаша. Все, что у них есть и все, чем они дорожат, это его доверие. Сейчас Димашам вообще сложно где-либо посидеть, разве что в закрытых заведениях, вип-кабинках, караоке. Иначе от поклонников отбоя нет. Поэтому ищем малолюдные места, ничего не публикуем, никого не отмечаем, просто беседуем. Этого достаточно. Хочу пожелать Димашу беречь себя от негатива, сглаза, болезней. Он ведь дарит тепло и свою любовь сердцем миллионов людей во всем мире. Это тяжелая миссия. И мы всегда его поддержим. Ведь он тоже поддерживает нас. Наша дружба проверена временем. Это навсегда. Я думаю, ему не пожелания нужны, а поддержка. Димаш ездил с концертом в Америку, теперь вот заключил контракт с компанией для продвижения лейбла. Это отличная новость. Мы радовались, как за себя. Весь мир признал Димаша. Он прославляет наш Казахстан. Он достиг таких высот. Теперь нужно удержать уровень, идти еще выше. Поэтому я жду, что он превзойдет собственное ожидание. Я думаю, что у человека, который прославляет нашу страну на высшем уровне, заставляет развиваться государственный флаг на самых престижных сценах и аренах мира, в принципе, не должно быть хейтеров. Наоборот, у него должно быть много единомышленников, их поддержка. Я верю в него и желаю ему всегда удачи и светлой дороги. Может быть, это как-то будет звучать. И, ну, раз мне его, где-то я его жалею по-матерински, он отдается на сцене сильно. И мне так хочется сказать, что, ну, побереги себя, там, помолчи, как он часто на уроках молчал. Добойте он говорил, что я вот, ну, не разговариваю. Ничего, окей. Мы занимаемся руками, душой и так далее. Пожелаю, конечно, я ему здоровья, беречь свой голос, беречь, ну, родителей. Я Димашу желаю того же, что и себе, чтобы его крылья всегда были расправлены. Здоровье ему, родителям, любимым, друзьям. Пусть будет ровно его дорога, а счастье только пребывает. Я желаю ему неиссякаемых сил, которые позволят ему и дальше прославлять наш Казахстан. Родителям его огромное спасибо. Они всегда были рядом, помогали, давали советы. Глядя на его простоту и человечность, и самому хочется быть таким же. Вот за что, Рахмет, тебе, друг. Я благодарен Всевышнему, что у меня есть такой друг, как ты. Здоровье твоим родителям не болей. Желаю, чтобы ты превзошел по популярности даже Майкла Джексона. И я всегда радуюсь каждой твоей победе, мой друг. Каждая из них самостоятельная персона с богатым внутренним миром и большими амбициями. Они не рассчитывают на его помощь, но точно знают, что если понадобится, Димаш всегда протянет руку. Они, как звенья в его серебряной цепи, будут прочно защищать и оберегать. Не потому, что они его окружение. Просто потому, что он человек. с большой буквы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ